Был Валера гондольером. Стал теперь миллионером. Валера рад. Жена довольна. И дети рады. Им прикольно. Есть и на это, и на то. За все спасибо 100 лоток. Всероссийские государственные лотереи. 100 лоток. У нас выигрывают. За день до отъезда в Алмату, где нынче пройдет розыгрыш Кубка Еременко, тюменцы устроили своим болельщикам настоящий праздник. В гости команде Евгения Осинцева прибыли ребята из Глазовского прогресса. Правда, голевого пиршества пришлось ждать целых 25 минут. Хотя и в первом тайме было на что посмотреть. Сегодня надо было именно включить дополнительный ресурс. Первый тайм у нас не хватало. Где-то куража, где-то настроения чуть-чуть. Именно эмоций не хватало. Хотя моменты были, сколько штанг там, чтобы обстучали все. Гости, неплохо обороняясь, не забывали и про контратаки. А на 20-й минуте подопечные Александра Соколова и вовсе вышли вперед. Игорь Жданов переиграл Меодрага Ксентьевича. Недолго думая, хозяева результат сравняли. Артем Антошкин откликнулся на передачу Ивана Милованова 1-1. Открытая игра продолжилась и дальше. Артур Милкаян за минуту до перерыва снова вывел гостей вперед. И на это у тюменцев нашелся ответ. Денис Неведров блеснул своим голевым чутьем. Мы готовились к прогрессу немного с опаской. Потому что команда уже не имеет шансов выхода в плей-офф. И для них эти игры в удовольствие не играют, не напрягаются. На них никто не давит результатом. И отсюда, наверное, мы немножко осторожничали. Как бы выбрали сначала план немного от обороны играть, чтобы поменьше пропустить. Потому что до этого у нас три матча мы очень много пропустили голов на домашних площадках. Поэтому сделали акцент на защиту. Отсюда такой как бы и закрытый футбол пошел. После перерыва началось самое интересное. В течение двух минут тюменцы отличились дважды. Свой бомбардирский счет пополнили Иван Лобков и Иван Милованов. 4-2. Голевая перестрелка на этом не окончилась. До финальной сирены команды наколотили аж 7 голов. Большинство из которых на счету хозяев паркета. В итоге Антошкин оформил хет-трик. Сергей Абрамович отметился дублем. А Андрей Батарев ворот соперника поразил однажды. У гостей дважды отличился Валерий Йоме. 9-4. И тюменцы в хорошем расположении духа отправляются в Казахстан. Приятно, конечно, забивать. Особенно по два гола. Надо догонять своих ребят. Достаточно время пропустил в чемпионате из-за травмы. Поэтому, как говорится, все карты мне в руки. Работать на тренировках, забивать голы, моменты реализовывать своих. Надо подтягивать, чтобы к плей-фу уже быть в оптимальной форме, 100% готовности. И надо догонять. Чувства, конечно, переполняют. Очень приятно. Давно не забивал. Конечно, очень рад. Спасибо команде. Спасибо болельщикам. Мы в первом тайме старались. И настрой был, и команда играла. И действительно, как бы, скажем так, что игра складывалась в тюмене тяжело. Сламывала нашу оборону. У нас были моменты. Считаем, что побили в счете мы. Но ошибки отдельных игроков. В концовке первого тайма получили гол в раздевалку. Во втором тайме вышли. Получили сразу два гола, которые, считаю, тоже были обязательны вообще. Ну, а с такой командой, как Тюмень, я считаю, что минус два у нее на поле. Залезть и потом пытаться вылезти. Надо уже проявлять характер где-то. Пытаться. Пытались. Скажу, что не все, может быть, игроки. Но большинство в команде старалось. Приятно забивать, да, сотый мяч. Будем стремиться дальше. Но насчет игры я скажу, что вышли где-то недонастроены на первый тайм. Где-то не было спортивной злости. Вот такой не хватало. Не заводились. После перерыва сделали выводы определенные. Вышли и совсем показали другой футбол. И, считаю, закономерно довели дело до победы. Команде соперника большое спасибо. Они, считаю, отдали все силы и показали хорошую игру. Теперь тюменцев ждет непростая дорога в Алмату, где они в очередной раз попытаются стать обладателями Кубка Еременко. Николай Токачев специально для Ассоциации мини-футбола России. Редактор субтитров А.Семкин